Достоверен ли хадис о десяти обрадованных раем и кто входил в число этих десяти? Нет, этот хадис не является достоверным, он выдуман Саиду бен Заидом, двоюродным братом второго халифа Умара бен Хаттаба. История была такая, когда к власти пришел после убийства к власти пришел Муави ибн Абду Суфьян, то, как вы сами прекрасно все знаете, он начал проклинать на мимбарах, на кафедрах, в мечетях, в проповедях и приказал своим людям проклинать его святлость Алибн Абду Суфьян. И в числе тех, кто проклинал, занимался этим, был правитель Куфы, тот человек, которого Муави назначил правителем и эмиром в Куфе. И Саид бен Заид жил в Куфе. Однажды он во время проповеди, услышав проклятие в адрес Алибн Абду Суфьян, выдумал этот хадис, чтобы остановить это. Он выдумал для того, чтобы остановить проклятие в адрес Алибн Абду Суфьян. Ибо, согласно этому хадису, Алибн Абду Суфьян является тем, кто был обрадован при жизни раем, и, как следствие, не должен быть проклят, не должен быть тем, кого проклинают. Такова была логика Саида бен Заида, двоюродного брата Умара ибн Аль-Хаттаба. И в самих хадисах на это указывается. То есть, если мы внимательно эти хадисы изучим, то там ясно прослеживается, что именно с этой целью Саид бен Заид этот хадис выдумал. И до того, как Муави ибн Абду Суфьян пришел к власти, никто вообще не знал про этот хадис, никто о нем ничего не говорил, никто его не озвучивал в принципе. И об этом говорится в Сахих аль-Бухари. Вот Саид ибн Абду Ваккаса, одного из подвижников, посланника Аллаха, приводится следующее предание, обратите внимание, это Сахих аль-Бухари. Саид говорит. Саид говорит, что я не слышал, чтобы посланник Аллаха салаллаху алейхи ва салам о ком-то из живущих на земле сказал, что он обрадован раем, что он является обитателем рая, кроме Абдуллаха ибн Салама. Обратите внимание, здесь очень важно обратить внимание на то, что Саид якобы является одним из обрадованных раем. Если Саид является одним из тех, кто был обрадован раем, как же он сам не знает, что о нем посланник Аллаха салаллаху алейхи ва салам сказал, что он один из обитателей рая. Почему он об этом не знает? Представьте себе такую ситуацию, что посланник Аллаха салаллаху алейхи ва салам говорит, что Саид является обитателем рая, а это весь до самого Саида не доходит, он вообще не в курсе об этом. Может ли быть такое? Конечно же не может такого быть. И поэтому то, что Саид говорит, что я не слышал, чтобы посланник о ком-то сказал, что он обитатель рая, кроме Абдулла ибн Саляма, свидетельствует о том, что это хадис ложный. А относительно того, кто входил в число этих десяти, то от хадиса к хадису немножко список отличается. Абу-Бакр, Умар, Усман, Али, Зубейр, Тальха, Абдул-Рахман, Абу-Убейда, Саид ибн Абу-Баккас и сам Саид ибн Зейд, конечно же. То есть тот, кто сам этот хадис выдумал, тоже входит в число этих десяти. Но в некоторых версиях этого предания Абу-Убейду почему-то удаляли и вместо него добавляли его святлость посланник Аллаха. Но так или иначе, предание недостоверное. Более подробно об этом вы, иншаллах, в будущем можете узнать. У меня есть как раз некоторое время назад я закончил писать книгу относительно данного хадиса и подробно разобрал этот хадис о десяти обрадоватом краем, насколько он достоверен, кем был выдуман и по каким причинам он был выдуман и так далее. И многие другие вопросы в этой небольшой книге разбираются. Иншаллах, в ближайшее время постараемся издать эту книгу. И в этой книге вы можете со всеми этими вопросами ознакомиться более подробно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.